Что это саиенция и как и почему она работает говорить о том, каким вы представляете будущее, о том, как будет выглядеть будущее, и первый вопрос — зачем бурить Землю? Да, задаю себе тот же вопрос. Сейчас мы хотим пробурить дыру под Лос-Анджелесом, что должно положить начало трехмерной сети. Чтобы решить проблему пробок. Сейчас дорожное движение выматывает всю душу из людей. Это происходит по всей Земле. Просто забирает часть жизни, и это ужасно. Особенно в Лос-Анджелесе. Если не ошибаюсь, у вас есть с собой первые кадры визуализации концепции. Можно показать? Да, конечно. Премьерный показ, чтобы вы понимали, о чем мы говорим. В трехмерном туннеле есть несколько ключевых элементов. Во-первых, это возможность интеграции точек входа и выхода в туннель с обычными дорогами. при помощи лифта, подъемника, который представляет собой площадку с роликами, точка входа снаружи занимает лишь два парковочных места. Оттуда машина попадает на трассу, где нет ограничений скорости и по нашим разработкам там можно будет разогнаться до двухсот километров в час. Сколько? 200 километров в час. Около 130 миль в час. Ну, например, из Вестфуда до аэропорта можно будет добраться за пять-шесть минут. Это как некая вариация на тему платных дорог, которая еще и позволяет убрать машины с поверхности. Не знаю, заметил ли кто-нибудь на видео, но на самом деле нет ограничения по уровням туннелей, и вниз можно пойти намного дальше, чем вверх. Абсолютная глубина самых глубоких шахт больше, чем высота самых высоких небоскребов. Поэтому с помощью трехмерного туннеля можно значительно сократить количество пробок. И это очень важно, ведь основной аргумент против туннелей в том, что новый уровень туннеля снизит трафик, но затем его ресурсы исчерпаются и все будет как раньше. Но можно создать любое количество уровней туннеля. Но многие полагают, что на бурение туннеля уйдет очень много денег и будут выступать против. Да. Так и есть. В качестве примера скажу, что расширение метро Лос-Анджелеса, расширение на 3-4 километра, стоило около 2 миллиардов. То есть, где-то по миллиарду на полтора километра. И это еще не самое дорогое метро. Поэтому, да, обычным способом очень сложно прокладывать туннели. Думаю, что нам нужно минимум в 10 раз сократить расходы на работы по бурению. И как это сделать? На самом деле, можно улучшить показатели на порядок и даже больше, если сделать всего две вещи. Во-первых, нужно сократить диаметр туннеля в два раза или более. Возможно, уменьшится и расходы. Это улучшение уже примерно в пять раз. Сейчас туннельные машины работают так. Пробуривают немного, останавливаются и укрепляют стенки. Поэтому, если разработать машину, которая будет сразу бурить и укреплять, эффективность повысится еще в два раза. Соединяем и получаем улучшение в восемь раз. Кроме того, эти машины работают не на пределе возможностей, так что и это еще можно улучшить. Думаю, можно повысить эффективность минимум в два, а может и в четыре-пять раз. Поэтому я вижу ряд последовательных шагов для снижения экономических затрат на бурение каждого участка, и на самом деле наша задача такая. У нас есть ручная улитка по кличке Гарри. Как Гарри из Южного Парка… нет, то есть из сериала «Губка Боб – квадратные штаны». И Гарри в настоящее время, он двигается в четырнадцать раз быстрее туннельной машины. Вы хотите обогнать Гарри? Точно. Обогнать Гарри. Он парень серьезный. И победа будет серьезной. Обогнать улитку. Но многие представляют себе города будущего полные летающих машин и беспилотников, будущее над землей. Почему это решение хуже? Вы потратите значительно меньше денег. Разумеется, мне очень нравится все, что летает. Я занимаюсь ракетами, я люблю это. У меня нет предубеждений против воздуха, но есть огромное количество проблем, связанных с летающими машинами. Например, шум и создаваемый ветер. То есть, если над вами будет летать куча машин туда-сюда, то спокойнее вам точно не станет. И вы не будете думать, ну, будущее прекрасно. Скорее будет, они прошли техосмотр, а глушитель на меня точно не свалится. И все такое. Итак, у вас есть свое видение города будущего с трехмерными туннелями. Это связано с Hyperloop? Можно ли их использовать для проекта вакуумного поезда, о котором вы говорили пару лет назад? Да. Мы немного поработали с этим проектом. Создали опытную трассу в рамках SpaceX для студентов, чтобы они практиковались в инновационных идеях для транспорта. Она оказалась второй по величине вакуумной камерой в мире, после большого адронного коллайдера по объему. Забавно, но скорее это было хобби. А затем мы создали небольшие машины для проталкивания капсул и решили, что надо узнать, как быстро они могут ехать, если им будет нечего толкать. И мы осторожно надеемся, что они будут быстрее самого быстрого поезда даже на отрезке в километр. Ого. Нужны тормоза. Да. Или все разлетится на кусочки, или поедет очень быстро. Вырисовывается картина с поездами в длинных вакуумных туннелях. Совершенно верно. И если посмотреть технологию прокладки туннеля, то для защиты от грунтовых вод нужно, чтобы стенки туннеля могли выдерживать 5-6 атмосфер. А чтобы выдерживать вакуум, достаточно одной атмосферы. Или почти вакуум. Поэтому над этим не надо будет думать. Если создать туннель, который выдерживает давление грунтовых вод, то он подойдет и для вакуума. И на какую длину туннелей можно рассчитывать в этом будущем от Илона Маска? Думаю, что здесь нет ограничений. Можно бурить сколько угодно. Полагаю, если бы надо было пустить линию через густонаселенную территорию от округа Колумбия до Нью-Йорка, то лучше делать это под землей. Туннели проходят под домами, и если они достаточно глубоко, то от них нет шума. Некоторые негодуют от мысли, скажем, что под их домами будет проходить туннель. Но если он проходит на глубине 3-4 диаметров, то вы не поймете, что под вами вообще есть туннель. Скорее, даже наоборот, если вы сможете обнаружить под своим домом туннель при помощи каких-либо устройств, то вы можете разбогатеть, продав их, например, Израилю для обнаружения туннелей террористов, или таможенной и пограничной службе США для поиска наркотуннелей. На самом деле Земля очень хорошо поглощает вибрации, и когда туннель находится ниже определенного уровня, его просто не обнаружить. Разве что при помощи высокочастотных сейсмографов появится какой-то шанс. И для этого вы учредили бурную кампанию. Да, очень смешно. А что смешного? Много времени уделяете? Ну, процента два или три где-то. Завел себе хобби. Вон оно какое, хобби Илона Маска. Но это на самом деле те, кто проходит практику или совмещает. Мы купили подержанную технику, работаем немного. Но есть какой-то прогресс, так что… То есть еще большую часть времени вы уделяете разработке электромобилей и транспортов Тесла. Возможно, одна из причин создания туннелей в том, что в мире с автономными электромобилями на дорогах одновременно может оказаться больше машин, чем сейчас. Да, именно. Многие полагают, что если сделать машины автономными, то можно будет перемещаться быстрее, а пробок будет меньше. В какой-то степени да, но благодаря общему пользованию проезд из точки А в точку Б на машине станет выгоднее, чем на автобусе. Цена вопроса станет меньше билета на автобус. Количество поездок в таком случае резко увеличится, и ситуация на дорогах станет еще хуже. Вы основали компанию Тесла, чтобы убедить мир в том, что за электрификацией машин – будущее. Да. Пару лет назад над вами смеялись, а сейчас не особо. Правда? Но правда… Не знаю. Не знаю. Правда, что почти все автопроизводители заявили о серьезных, средних или долгосрочных проектах по электрификации? Да. Думаю, что почти у каждой крупной компании есть какая-то программа, они по-разному подходят к вопросу. Кто-то подумывает о полном переходе на электричество, кто-то нет, а кто-то до сих пор верит в топливные элементы, что, думаю, продлится недолго. Но, Илон, вы же можете объявить о своей победе, сказать «мы сделали это». Пусть мир идет по пути электрификации, а вы займетесь другими делами. Да. Ну… Вообще, я хочу оставаться с Тесла как можно дольше, и заниматься будущими проектами. Разумеется, модель 3 уже на подходе. И скоро мы расскажем о новом грузовике Тесла. Хорошо, мы поговорим об этом. Итак, модель 3 должна выйти где-то в июле. Да. Думаю, где-то в июле начнется серийный выпуск. Ого. Многие с нетерпением ожидают функции автопилота в машине. И недавно вы выложили видео, где показали, как будет выглядеть… как будет выглядеть технология. Да, разумеется, сейчас в модели S есть автопилота, автопилот. А что у нас здесь? Итак, тут используются только камеры и GPS. Мы не используем лидары или радары, только пассивная оптика, то есть то, чем пользуется человек. Навигация по дорожной системе должна осуществляться при помощи этой оптики, так что, как только решится вопрос с камерами, решится вопрос с автопилотом. И наоборот. Именно поэтому мы уделяем особое внимание разработке нейронной сети зрения, эффективной в дорожных условиях. Хорошо. Многие компании идут по пути лидаров, а у вас будут только камеры и радары. Одних камер уже достаточно для того, чтобы видеть, наверное, в 10 раз лучше человека. Значит, в машинах, которые продаются сейчас, 8 камер. Да. И они не могут делать то, что мы увидели. А когда смогут? Думаю, в конце года они смогут доехать от Лос-Анджелеса до Нью-Йорка самостоятельно. Хорошо. То есть вы говорите, что через полгода можно сесть в машину, нажать Нью-Йорк и доехать до туда, не коснувшись руля. Да. Даже не касаясь руля. К концу 2017 года. Да. В целом, в ноябре-декабре этого года мы должны это реализовать. Проехать от стоянки в Калифорнии до стоянки в Нью-Йорке, предоставив управление машине на протяжении всего пути. Поразительно. Но отчасти это потому, что на дорогах страны уже большое количество Тесла-автомобилей. Вы собираете огромное количество данных об устройстве дорожной системы. Да. Но важно то, и я в этом достаточно уверен, что машина сможет доехать даже при изменениях на дороге. И достаточно легко, как вы говорите, быть экспертом в определенном маршруте. Это одно дело. Но когда машина выйдет на автостраду, то по этой дорожной системе она сможет добраться в любое место в любой стране. Маршрут может быть другим. Мы можем доехать от Сиэтла до Флориды вместо этого. До этого вы поехали из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк, а теперь в Торонто. Если не брать во внимание административные вопросы, а взять только технологию, когда наступит время, когда можно будет сесть в машину, заснуть за рулем и наутро оказаться невредимым, но уже в нужном месте? Думаю, около двух лет. И основной момент здесь не в том, как свести возможность аварии до одной десятой процента. Ведь если каждая тысячная машина попадет в аварию, то вряд ли вам будет комфортно спать. Так должно быть, по крайней мере. Совершенных систем не бывает. Но если сказать по-другому, вероятность аварии на протяжении сотни или тысячи жизней крайне мала, то все подумают, «Ого, если бы я жил тысячу жизней, то, скорее всего, не попал бы в аварию». Неплохо. Полагаю, что в вашем случае нужно опасаться, что люди могут поддаться соблазну и слишком рано решить, что система безопасна, и тогда несчастные случаи могут помешать развитию. Ну, я думаю, что автопилот, скорее всего, сможет снизить ущерб от аварии, с исключением отдельных случаев. Здесь нужно учитывать, что роль играет еще и вероятность. То есть в любой момент есть вероятность, что человек-водитель может по своей вине попасть в аварию. Она не равна нулю. Поэтому перед использованием автопилота важно определить, а насколько он должен быть надежнее человека. Но как только вы выйдете на этот уровень, эффект на всю автомобильную индустрию будет огромным. Ведь вы говорили, что тогда люди смогут купить машину, чтобы добраться до работы, а потом пустить ее на автопилоте по сервису типа Убера, чтобы заработать денег, может даже покрыть расходы на покупку авто. Да. Получается бесплатная машина. Такое возможно? Да. Конечно, именно так и произойдет. Будет парк автономных автомобилей, где можно купить машину и выбрать тип пользования. Личная, или можно выбрать семейная, с друзьями, или только для водителей высшей категории. Можно выбрать, когда вы хотите делиться автомобилем, а когда нет. Это, несомненно, произойдет. Вопрос времени. Ого. Вы упомянули грузовик, который представите в сентябре, но интересно. А сегодня можете что-нибудь показать? У меня есть тизер грузовика. Прямое включение. Прекрасно. Это как раз тот случай, когда нужно внимательно подойти к функции автопилота. Разумеется. Видно немного, но он не похож на соседский фургунчик. Тут все серьезно. Что это за грузовик? Ну, это тяжелый тягач для поездок на дальние расстояния. Высочайшая грузоподъемность на таких расстояниях. Разумеется, он должен улучшить положение с трафиком для большегрузов. А многие в это не верят. Полагаю, что у грузовиков недостаточно мощности или дальности хода. Мы хотим показать, что у двигателя электрогрузовика крутящий момент выше, чем у дизеля. Если сцепить его с обычной фурой, то он ее перетянет, даже если поедет вверх по склону. Очень классно, но пока все равно нужны водители, и эти грузовики им придутся по душе. Да. Самое интересное в том, что у электромотора кривая крутящего момента плавная, а у любого дизельного двигателя или автомобиля с ДВС кривая момента пикообразная. Поэтому грузовик будет очень шустрым. Словно спортивный автомобиль. И в нем не будет коробки передач. Всего одна скорость. Из этого можно снять отличный фильм. Не знаю где и как, но фильм будет потрясным. Ощущения невероятные. Когда я сидел за рулем опытного образца первого грузовика, все было очень необычно. Он огромный. А управлять очень легко. Подождите, то есть вы уже ездили на прототипе? Да. Я ездил по стоянке, и это было просто улетно. Ага. Это уже не пустые обещания. Огромный грузовик, а ты маневрируешь как хочешь. Круто. Перейдем от крутой фотографии к чуть менее крутой. На которой мы видим милый дом из какого-нибудь сериала. Что вообще происходит? Ну, это иллюстрация того будущего, которое, на мой взгляд, нас ожидает. На дорожке стоит электромобиль. А если присмотреться, то рядом с домом можно увидеть три батареи для подзарядки. Крыша дома состоит из солнечных панелей. То есть это крыша с солнечными батареями. Хорошо. На картинке настоящий… Ну, на самом деле не настоящий. Это настоящий ненастоящий дом. И в некоторых из этих плиток есть солнечные батареи с возможностью… Да, вы можете выбрать текстуру и цвет этих плиток, какие вам угодно. И там особые структуры в стекле. Так что, если смотреть на крышу где-то с уровня улицы, то все плитки будут выглядеть одинаково. Неважно, есть в них солнечная батарея или нет. Так что с улицы все будет выглядеть единообразно. Но если посмотреть на крышу с вертолета, то можно будет увидеть, в каких панелях есть батареи, а в каких нет. С улицы этого не увидеть. Вы помещаете их в те, что больше подвержены воздействию солнца… Да. …от чего крыши становятся очень доступными, так? Немногим дороже наших нынешних крыш. Да. Мы уверены, что стоимость крыши и стоимость электричества, крыша с солнечными батареями, будет дешевле, чем обычная крыша и электричество. Будет очевидная экономическая выгода. Мы думаем, что выглядеть это будет классно и долго. Сначала мы хотели дать гарантию вечность, но тогда люди подумают, что это вранье. Но здесь мы используем усиленное стекло. Так что после того, как самого дома уже не будет и ничего не будет, эти панели будут в порядке. Это классно на самом деле. То есть на то, чтобы положить крышу, уходит неделя. Есть четыре типа покрытия. Да, мы начинаем с двух. Сейчас два, а на следующий год еще два. И какой здесь масштаб амбиций? Сколько домов можно покрыть крышами такого типа? Думаю, что в конце концов все дома будут с солнечными батареями. По времени это скорее будет через 40-50 лет. В среднем крышу меняют каждые 20-25 лет. Не все сразу, но постепенно. Скажем, лет через 15 уже обычная крыша без панелей станет чем-то необычным. Мне кажется, многим сложно понять, что в солнечной энергетике произошел значительный прорыв, и теперь большинство домов могут получать достаточно солнечной энергии для самообеспечения. Если эта система будет работать, то можно отключиться от общей энергосети. Зависит от того, где вы находитесь, и от размера дома по отношению к площади крыши. Но вы справедливо заметили, что у большинства домов в США хватает площади крыш для самообеспечения. К ключевым элементам экономики производства электромобилей, грузовика и этих домов является падение цен на литий-ионные батареи, на что вы сделали серьезную ставку. По сути, это основная деятельность. И вы решили, что для полной уверенности вам нужен самый большой завод и удвоить мировое производство литий-ионных батарей. Вот фотография. Что это? Ага, это гигафабрика. То, что мы уже успели сделать по проекту. В итоге, тут видно, он будет в форме ромба. Ну, когда мы закончим, это будет огромный ромб, по нашей задумке, направленный строго на север. Но это уже детали. Где каждый год он будет производить батареи емкостью сотни гигаватт-часов. Сотни гигаватт-часов? Наверное, побольше, но да. Их уже производят. Они уже в производстве. Включите видео. Это видео, оно ускоренное? Это замедленная версия. А как быстро они двигаются? Ну, когда все работает на полной скорости, то сами элементы без стробоскопа не увидеть. Все размазано. Илон. Илон, одна из ваших основополагающих идей будущего — это будущее без чувства вины за энергетику. Помогите представить, сколько, допустим, для этого нужно гигафабрик? Около сотни. Не десять, не тысяча. Скорее всего, около сотни. Это поразительно. Вы четко, четко представляете, что именно необходимо для того, чтобы мир отказался от ископаемого топлива. На постройку одной ушло где-то пять-десять миллиардов, следующее, ну, может, столько же стоить будет. Здорово, что вы это четко представляете. И вы уже планируете постройку еще двух, по крайней мере, объявите об этом. Думаю, мы объявим о местах строительства двух четырех гигафабрик в этом году. Наверное, четырех. Ого. Можно еще что-то узнать? Например, континент? Нет, так нет. Нам нужно выходить на мировой рынок. Я понял. Потрясающе. Я думаю, к этому надо вернуться. А сейчас я задам вопрос о политике. Всего один. Мне она надоела, но спросить хочу. Сейчас вы входите в комиссию, которая выступает с предложениями для одного парня. Для кого? Который не верит в изменение климата, и многие думают, что вам не стоит этим заниматься, чтобы вы не тратили время. Что бы вы им сказали? Ну, во-первых, я участвую лишь в двух советах, формат которых предполагает, чтобы люди ходили по комнате и говорили друг с другом. Заседания проходят где-то раз в месяц или реже. Вот и весь мой вклад. Но думаю, если говорить о тех заседаниях, где обсуждают изменения климата или социальные вопросы, я всегда использую эти случаи, чтобы выступить за миграцию или за то, чтобы бороться с изменением климата. А раньше их просто не было на повестке дня. Может, ничего не изменится, но об этом по крайней мере говорят. Понятно. Давайте перейдем к SpaceX и Марсу. В прошлый раз вы говорили об очень амбициозной идее разработки многоразовой ракеты. И сейчас вам это удалось. Да, наконец-то. Много времени ушло. Расскажите нам, что на экране. Это одна из наших ракет на большой скорости возвращается из космоса. Она только что доставила верхнюю ступень. Думаю, скорость тут около 7 махов. После доставки верхней ступени. Так это ускоренная версия. Это была замедленная версия. Это была ускоренная версия. Но это поразительно. Раньше были неудачи, но у вас наконец-то получилось... Сколько уже было успешных запусков? Пять, шесть? Скорее, восемь-девять. И впервые вы смогли перезапустить одну из приземлившихся ракет. Да, мы посадили ракету, подготовили ее к повторному запуску и запустили. Это был первый повторный полет орбитального ракета-носителя. Нужно помнить, в этом есть смысл только при быстром и полноценном возвращении в строй. Как повторное использование машины или самолета. Быстро и полностью. Вы ведь не отправляете свой самолет назад в Боинг между полетами. Верно. И это позволяет мечтать дальше в направлении амбициозной идеи, чтобы отправить людей на Марс. Да. Через 10 или 20 лет, я думаю. Да. И вы уже разработали эту огромную ракету. Помогите нам разобраться с масштабами. Ну, вот для примера... Человек. Да, это ракета. То есть, по высоте это где-то сорокаэтажный небоскреб? Думаю, чуть выше. Ее тяга очень... При конфигурации ракеты тяга в четыре раза больше тяги ракеты Сатурн-5, летавшей на Луну. В четыре раза больше тяги самой большой ракеты в истории человечества. Да. Это так. Ага, обычное дело. Да. Если измерить в Боингах 747, то его тяга лишь около одного меганьютона. Так что общая тяга составит, если измерять все в Боингах, тяга этой ракеты равна 100-120 Боингам при всех включенных двигателях. Итак, эта машина создана, чтобы вырваться в космос. Помню, в прошлый раз вы сказали, что на ней можно доставить на орбиту целый Боинг с пассажирами и грузом. Именно. На ней можно доставить на орбиту Боинг с пассажирами, полным баком и максимально возможным грузом. Весь 747-й влезет в грузовой отсек. На этой основе вы недавно представили межпланетную транспортную систему, визуализированную таким образом. Когда это станет реальностью? 30 лет? 20? Люди просто заходят в ракету. Надеюсь, где-то в районе 80 лет. Мы стремимся к этому. Наши внутренние цели более амбициозные, но я думаю… Хотя ракета кажется большой даже в сравнении с другими ракетами. Думаю, что по сравнению с кораблями будущего она будет больше похожа на шлюпку. Корабли будущего будут просто огромными. Зачем, Илон? Зачем нам строить город-миллионник на Марсе в ближайшие десятилетия? Думаю, вы именно это и хотите сделать, да? Думаю, очень важно, чтобы будущее было волнующим и интересным. Нам просто нужна причина просыпаться по утрам, причина жить. Например, зачем вы живете? В чем смысл? Что вас вдохновляет? Чего вы ждете от будущего? Если нас ждет будущее, где мы не путешествуем среди звезд, где мы не стали межпланетным видом, я буду очень подавлен. Если наше будущее будет таким. Люди хотят поставить вас перед выбором. Или, или. На нашей планете множество других проблем от изменения климата до нищеты. И ваши работы кажутся неважными. Нужно думать о другом, решать насущные проблемы. И да, конечно, вы многое сделали, работая с альтернативными источниками энергии. Зачем что-то еще? Думаю, что здесь… Я смотрю на будущее с точки зрения вероятности. Вероятности с разветвленной системой событий. И наши действия влияют на вероятность, ускоряют или замедляют события. Я могу привнести что-то новое в этот виток вероятности. Возобновляемая энергетика все равно будет. Даже если бы не было нашей компании, если бы Тесла не было вовсе, все равно возобновляемую энергетику бы придумали. Она нужна. Если у вас нет таких источников, вы просто пользуетесь обычными. Но они вскоре закончатся, и законы экономики все равно приведут цивилизацию к альтернативным источникам. Основная ценность компании вроде Тесла в том, что мы можем ускорить приход новой эры энергетики. С нами быстрее, чем без нас. Когда я думаю, в чем основная ценность Тесла, я надеюсь, что мы можем ускорить процесс на десять лет. Может больше. Это было бы хорошо. Именно это, я считаю, основной мотивацией для Тесла. Идея стать межпланетным видом и цивилизацией, бороздящей космические просторы, это может не случиться. Важно помнить, что это может не произойти. Думаю, что переход на альтернативные источники энергии неизбежен. Но космические путешествия… Нет. Мы покоряем космос. В 69-м мы отправили человека на Луну. В 69-м. Потом изобрели шаттл. Шаттл мог выводить астронавтов лишь на низкую орбиту. Затем шаттл списали, а США вообще никого не могли вывести на орбиту. Это и есть тенденция развития. Развитие в пустоту. Люди ошибочно полагают, что технология сама улучшается со временем. Это не так. Она улучшается только тогда, когда люди много и продуктивно работают, чтобы ее улучшить. А иначе… Сама она деградирует. Вспомните великие цивилизации древности. Египет. Они создали пирамиды, но потеряли технологию. Римляне создали потрясающие акведуки. Тоже забыли технологию. Илон, слушаю вас, и мне кажется, что для всего, что вы делаете, у вас есть интересная двойная мотивация. Одна часть – желание работать ради долгосрочного блага человечества. А другая – желание делать что-то интересное. И часто складывается впечатление, что одна нужна для того, чтобы подгонять другую. В компании Tesla вы занимаетесь разработкой прекрасных электромобилей с технологией альтернативных источников энергии. Солнечной энергии, создание удивительной крыши. И мы даже не поговорили о самых последних новостях. Времени сейчас нет, но вы хотите спасти человечество от плохого искусственного интеллекта и создать крутейший нейроинтерфейс, чтобы у нас были бесконечная память и телекинез. А Марс, кажется, что нам нужно спасти людей, нужен запасной план, но еще мы должны вдохновлять людей. И это… Да. Это действительно вдохновляет. Я считаю, что ценность красоты и вдохновления недооценивают. Я уверен. Но дело в том, что я не хочу быть спасителем. Дело не в этом. Я просто не хочу расстраиваться, думая о будущем. Красиво сказано. Думаю, все согласятся с тем, что… что это не произойдет само собой. То, что в своей голове вы можете все это вообразить, придумать то, на что другие не осмеливаются, и продумать все до мельчайших деталей. То, чем вы занимаетесь, Илон, это невероятно. Большое спасибо за то, что помогаете нам мечтать масштабнее. Скажите, когда я выйду за пределы разумного, ладно? Илон Маск, спасибо большое. Это было поразительно, просто блестяще. Спасибо. Переведено и озвучено студией Верт Дайдер Верт Дайдер Верт Дайдер